Сегодня мы продолжим знакомство с методологией проектирования баз данных, остановимся на инфологическом проектировании более подробно, на основных понятиях ER-модели, на связи, видах связи, формализации связи. При проектировании базы данных решаются три основные проблемы. Проблема первая. Как адекватно отразить предметную область и информационные потребности пользователей в концептуальной модели? Эту проблему называют проблемой инфологического проектирования баз данных. Цель инфологического этапа проектирования состоит в получении семантических или смысловых моделей, отражающих информационное содержание проблемы. Вторая проблема – это каким образом отобразить объекты предметной области в абстрактные объекты модели данных так, чтобы это отображение не противоречило в семантике предметной области и было по возможности наилучшим, эффективным, удобным, ну и так далее. Эта проблема известна как проблема логического проектирования баз данных. Цель логического этапа проектирования – это организация данных, выделенных на предыдущем этапе в форму, принятую выбранной с УБД. И третья проблема – как обеспечить эффективность выполнения запросов в базе данных, то есть каким образом, имея в виду особенности конкретной с УБД, расположить данные во внешней памяти, создание каких дополнительных структур необходимо потребовать и так далее. Эту проблему называют проблемой физического проектирования баз данных. Цель физического этапа – выбор рациональной структуры хранения данных и методов доступа к ним. Инфологическое проектирование – это одно из наиболее популярных семантических моделей данных на этапе инфологического проектирования. Является неформальная модель сущность-связь. Это вы уже знаете. В этом случае моделирование предметной области базируется на использовании графических диаграмм, включающих небольшое число разнородных компонентов. Основными понятиями ER-модели являются такие понятия, как сущность, связь, атрибут. Сущность – это реальный или представляемый объект предметной области, информация о котором должна сохраняться и быть доступна. Различают такие понятия, как тип сущности и экземпляр сущности. Понятие тип сущности относятся к набору однородных предметов, событий, личностей, выступающих как единое целое. Экземпляр сущности – это конкретная вещь в наборе. В диаграммах ER-модели сущность представляется в виде прямоугольника, содержащего имя сущности. При этом имя сущности – это имя типа, а не некоторого конкретного экземпляра этого типа. Для большей выразительности и лучшего понимания имя сущности может сопровождаться примерами конкретных сущностей этого типа. Для идентификации конкретных экземпляров сущности используются атрибуты. Атрибут – это поименованная характеристика сущности, определяющая его свойства и принимающая значения из некоторого множества значений. Каждый атрибут обеспечивается именем, уникальным в пределах сущности. Обращаются как в ООП – имя сущности, точка имя атрибута. Диапазон допустимых значений, которые может принимать атрибут, называется доменом. Абсолютное различие между типами сущности и атрибутами отсутствует. Атрибут является таковым только в связи с типом сущности. В другом контексте атрибут может выступать как самостоятельная сущность. Например, для автомобильного завода свет – это атрибут продукта производства. Для лакокрасочной фабрики свет – это тип сущности. Множество из одного или нескольких атрибутов, значения которых однозначно определяют каждый экземпляр сущности, называют идентификатором или ключом. Каждая сущность должна иметь хотя бы один идентификатор. Если идентификаторов несколько, один из них выбирается как привилегированный или как главный. Атрибуты могут классифицироваться по принадлежности к одному из трех различных типов. Это описательные атрибуты, указывающие атрибуты и вспомогательные атрибуты. Описательные атрибуты представляют характеристики, внутренне присущие каждому экземпляру сущности. Например, счет сальдо. Счет – это сущность, сальдо – это описательный атрибут. У каждого клиента банка свое сальдо на своем счету. Или же малыш – вес. Малыш – это сущность, вес – это характеристика малыша. Если значение описательного атрибута изменяется, то это говорит о том, что некоторый аспект экземпляра сущности изменился, но сам экземпляр остался прежним. В предыдущем примере, например, малыш – вес. Если вес малыша изменился, малыш остался прежним, он не меняется, изменилась лишь его характеристика. Указывающие атрибуты используются для присвоения имени или обозначения экземпляра в сущности. Например, счет – номер, вуз – название. Изменение значения указывающего атрибута говорит о том, что данному экземпляру дается новое имя. Указывающие атрибуты часто используются как идентификатор или как часть идентификатора. Вспомогательные атрибуты используются для связи экземпляра одной сущности с экземпляром другой. Например, счет ID клиента. Если значение вспомогательного атрибута меняется, то это означает, что теперь другие экземпляры связаны между собой. Например, если малыш – имя родителя. Если мы поменяли имя родителя, значит, малыш связан уже не с теми сущностями, не с теми экземплярами, сущностями, а с другими. Существует правило атрибутов. Их четыре. Первое правило. Один экземпляр сущности имеет одно единственное значение для каждого атрибута в любое данное время. В табличной интерпретации это правило требует, чтобы существовал один и только один элемент данных для каждого строкей и столбца. Это делает невозможным появление незаполненных ячеек и ячеек с группой значений. Здесь на примере у вас неправильное несоблюдение первого правила атрибутов. У нас имеется незаполненная ячейка, что не должно быть, и ячейка с группой значений. Чтобы исправить эту ошибку, сюда нужно дать название изготовителя, а последнюю строчку разделить на две строчки. То есть повторить. Кларк – грузовик Форд, Кларк – грузовик Сузуки. Второе правило. Атрибут не должен содержать никакой внутренней структуры. Например, нарушение второго правила вы видите на экране. Здесь невозможно выделить изготовителя. Нужно было добавить еще один столбец и отдельно поставить модель изготовителя. Там «Москвич», «Москвич Луаз» и модели. Третье правило. Когда сущность имеет составной идентификатор, каждый атрибут, не являющийся частью идентификатора, представляет характеристику всей сущности, а не ее части, а тем более не характеристику чего-либо другого. У нас атрибутом, не являющимся идентификатором, являются атрибуты количества литров и время приготовления. Здесь вот эти два параметра, две характеристики, они обозначают количество перемещаемых литров, то есть характеристика всего объекта, а не конкретно объем того или другого бака. И время приготовления, это не время приготовления сока как такового, а время перемещения сока. Четвертое. Каждый атрибут, не являющийся частью идентификатора, представляет характеристику экземпляра, указанного идентификатором, а не характеристику некоторого другого атрибута, не идентификатора. Здесь у нас идентификатором является ID-порция. Значит, здесь время приготовления, ID-рецепты, количество литров, обозначает, вот время приготовления обозначает фактическое время приготовления порции, а не время, предусмотренное рецептом приготовления. Еще основным понятием является такое понятие, как связь. Связь – это поименованная графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между сущностями и представляющая собой абстракцию набора отношений, которые систематически возникают между различными видами предметов в реальном мире. При анализе связей между сущностями могут иметь место бинарные связи между двумя сущностями или между сущностью и ей же самой, то есть рекурсивная связь, о чем мы говорили на прошлом занятии, тренарные связи между тремя сущностями, в общем случае – эн-арные связи. В ИР-диаграммах связь обозначается либо направленными ребрами, соответствующими надписями, либо ромбом или шестикранником, связанным ребрами с каждой из сущностей. Среди бинарных связей существуют три фундаментальных вида связи, это вы уже знаете. Это связи один к одному, например, один вуз имеет одно название, или в Ак-Тюбе только один Жубанова, один ко многим, это один студент. На факультете обучается много студентов, на физмате много студентов, но при этом каждый студент только на физмате. Многие ко многим, студенты имеют много дисциплин, и по каждой дисциплине изучаются многими студентами. Это безусловные связи, требующие участия каждого экземпляра сущности. Существуют условные связи. В условных связях, в отличие от безусловных, могут существовать экземпляры сущности, которые не принимают участие в связи. Если связь условная с обоих сторон, она называется биусловной. Безусловная форма, еще раз, это участвует каждый экземпляр связи. Условные формы, это могут не участвовать, могут участвовать, вернее, не все связи. Биусловная форма, это участвуют не все экземпляры с двух сторон. Характер связи между сущностями не ограничивается перечисленными. Существуют и более сложные связи. Например, множество связей между одними и теми же сущностями. Здесь на экране вы видите сущности врач-пациент. Две сущности. Теперь пациент, имея одного лечащего врача, вот врач, он один лечащий, вернее, лечащий врач, он является одним врачом. Пациент, имеющий ли одного лечащего врача, может иметь несколько консультантов. Врач может быть лечащим врачом нескольких пациентов и несколько пациентов. И врач может одновременно консультировать несколько пациентов. То есть здесь врач один ко многим, один врач может лечить нескольких пациентов, пациент имеет одного лечащего врача. В то же время этот же врач может консультировать многих пациентов и не только своих. Пациент может консультироваться у многих врачей. Тренарные связи. Связь может быть рекурсивна, о чем мы говорили. Это если сущность связывается сама с собой. Например, сущность мужчина является сыном одного и только одного мужчины, то есть отца. И каждый мужчина может являться отцом, а может быть и нет, для одного или более мужчин. Все связи требуют описания. Описание должно обеспечивать. Идентификатор связи. Формулировку имен связи с точки зрения каждой участвующей сущности. Вид связи, то есть множественность и условность. Формулировку того, как связь была формализована. Цель формулировки связи состоит в том, чтобы позволить установить связь экземпляра одной сущности с экземпляром другой. Это выполняется размещением вспомогательных атрибутов в соответствующих сущностях на модели. Например, для формализации связи один к одному вспомогательные атрибуты могут быть добавлены к любой сущности, но не к обоим. Например, связь один к одному. Семейная пара. У мужа может быть женат на одной жене, и жена может быть замужем только за одним мужем. У мужа атрибуты имя, другие какие-то параметры, адрес, фамилия, все что угодно. У жены свои параметры, но как дополнительным вспомогательным атрибутом является имя мужа для связи с этой сущностью. Или же у мужа может быть имя жены для связи с сущностью жена, но не у обоих одновременно. Для формализации связи один ко многим вспомогательные атрибуты должны быть добавлены к сущности на стороне много, поскольку размещение такого вспомогательного атрибута на стороне один будет нарушать третье правило атрибутов. Например, сущность собака, сущность владелец собаки. Собакой может владеть только один человек. Вот тут собака владеет, стрелочка одна, один человек. Владелец собаки может владеть несколькими собаками. Хозяин. Здесь для связи мы обязательно ставим ID владельца. То есть, получается, собака принадлежит конкретному владельцу. ID собаки здесь некорректно, так как может быть несколько собак. Для формализации связи многие ко многим создают отдельную ассоциативную связь, которая содержит ссылки на идентификаторы каждого из участвующих экземпляров. Например, есть некоторый дом, есть хозяин дома, владелец дома. Связь идет многие ко многим. Так как домом владеть может не один человек, а несколько, кому женой. Владеть домом муж и женой могут не одним, а несколькими домами, несколькими квартирами. Эта связь не совсем понятна. И чтобы было более подробно описано данная ситуация, необходимо выделить другую дополнительную сущность, которую называют ассоциативную сущность. Она должна содержать ссылки на идентификаторы каждого из участвующих экземпляров. То есть, что мы здесь видим? Владелец дома, хозяин дома, владеет не вообще домом как таковым, а конкретным владением из конкретного адреса, даты приобретения и так далее. То есть, здесь идет вот эта сущность владения, является собственностью вот этих хозяев. Хотя вот эта сущность является экземпляром вот этой сущности. Извините, экземпляром является, имеет связь с этой сущностью. По дейту различают три основные класса сущности – стержневые, ассоциативные и характеристические. А также подкласс ассоциативных сущностей – это обозначение. Стержневая сущность или стержень – это независимая сущность. Например, стержнями были в предыдущем примере муж, но не жена, владелец собаки, владелец дома, врач, пациент, анализ. Ассоциативная сущность – это ассоциация, сущность, формализующая связь вида «многие» ко «многим» между двумя или более сущностями, или связь вида «один к одному» между экземплярами сущности. Примерами это было владение, консультант, назначенный анализ. Ассоциации рассматриваются как полноправные сущности. Они могут участвовать в других ассоциациях, как стержневые сущности. Могут обладать свойствами, то есть иметь не только набор ключевых атрибутов, необходимых для указания связи, но и любое число других атрибутов, характеризующих связь. В расширенной ER-модели ассоциация изображается шестигранником. Характеристическая сущность или характеристика – это сущность, формализующая связь вида «многие» к «дной» или «одна» к «дной». Единственная цель характеристики в рамках рассматриваемой предметной области состоит в описании или уточнении некоторой другой сущности. Характеристика, например, «жена» характеризует стержневую сущность муж. Существование характеристики полностью зависит от характеризуемой сущности. При удалении экземпляра характеризуемой сущности удаляется экземпляр сущности характеристики. Например, если удалить мужа как такового, умер, развелся, еще что-то, то жена теряет статус жены. В расширенной ER-модели характеристика изображается трапеция, обозначающая сущность или обозначение. Эта сущность, формализующая связь с видом «ногие к одной» или «одна к одной» между двумя сущностями и отличающаяся от характеристики тем, что не зависит от обозначаемой сущности. Обозначаемые сущности, на которые ссылаются обозначения, как правило, используются для хранения различных кодификаторов, например, изучаемых студентами дисциплины, наименование организации их отделов, перечни товаров, ну и так далее. В расширенной ER-модели обозначается как параллелепипед. Обозначения и характеристики не являются полностью независимыми сущностями, поскольку они предполагают наличие некоторой другой сущности, которая будет обозначаться или характеризоваться. Однако, они все же представляют собой частные случаи сущности и могут иметь свойства, могут участвовать в ассоциациях, обозначениях и иметь свои собственные, более низкого уровня характеристики. Первичный ключ обозначаемой или характеризуемой сущности, как правило, является внешним ключом характеристики или обозначения. Иногда, совместно с другими атрибутами, образуют первичный ключ. Первичный ключ ассоциативной сущности строится из первичных ключей сущности, связи между которыми она формализует. Например, рассмотрим такой пример. В университете ААМ каждому студенту необходимо определить одну основную тему исследований, предоставляемую некоторым факультетом, специализирующимся на этой теме. Каждый факультет имеет в своем штате профессоров. В университете студент выбирает профессора, который в ходе обучения будет его руководителем. Профессор может быть с любого факультета, так что студент, специализирующийся на математике, может иметь руководителем профессора физики. Например, связь, вернее, схема на экране. Здесь у нас три сущности – факультет, профессор, студент. Связь первая, называем ее R1. Связь один ко многим. Факультет предоставляет работу профессору. Профессор работает на факультете. На одном факультете работает много профессоров, профессор работает на одном факультете, поэтому связь один ко многим. Связь 2. Назвали ее R2. Связь между профессором и студентом. Не в рамках обучения, а именно в рамках научной деятельности, вот это исследование. Студент консультируется у одного профессора. Связь 1 ко многим. Но профессор может курировать многих студентов. Здесь связь идет между профессором и факультетом. Это связь R1. Между студентом и профессором связь R2. Теперь между факультетом и студентом. Это связь R3. Студент специализируется на одном факультете. Связь 1 ко многим. Факультет обучает многих студентов. Это связь R3. Теперь точно такая ситуация. Также студент будет специализироваться на одном факультете, консультироваться у одного профессора. Но разница в том, что он должен консультироваться именно на своем факультете, то есть на факультете специализации. В этом случае предыдущая связь R3. Это будет связь с продолжением или логическим следствием связи R1 и R2. И образована она будет их композицией. То есть отдельно R3 мы не выделяем. Вернусь на предыдущий слайд. Здесь у сущности студент имеется характеристика ведущий факультет атрибут. Здесь ведущего факультета нет, так как по умолчанию он специализируется именно на этом факультете. Связь R3 образована через R1 плюс R2. Остальные связи и атрибуты не меняются. Сегодня мы с вами на занятиях еще разок посмотрели этап инфологического проектирования. Более подробно остановились на видах связи. На прошлом занятии мы рассматривали только один к одному, один ко многим, многие ко многим. Сегодня мы рассмотрели такие связи, как характеризующие, описательные, указательные, вернее, атрибуты указательные, связи характеризующие, описательные. Рассмотрели схемы, правила атрибутов, разобрали один пример. У вас на экране вопросы для самоконтроля, на которые необходимо ответить. Более полный список литературы вы можете посмотреть в селабусе. На следующем занятии продолжим эту тему. Тему моделирования предметной области.